И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, у нас сегодня поставили новую акцию после того, как запустили сервера, поэтому давайте посмотрим вообще, что там внутри, стоит ли её крутить. Ну и перед просмотром не забывайте ваши лайки, подписочки и так далее. Погнали! Старая добрая Lineage 2. Сколько беззаботных дней мы в ней провели. Но сейчас мы выросли и на игры совсем не хватает времени. Не проблема, ведь есть Lineage 2 Essence. Тебя ждёт обновлённая графика и интерфейс. Автобой поможет тебе не отвлекаться от важных дел. Большое количество новых умений для всех классов. Сразись за боссов с другими игроками по всему миру и покажи, кто здесь самый достойный. Начни играть прямо сейчас по ссылке в описании и получи гарантированные бонусы для комфортного старта в Lineage 2 Essence. Итак, после профилактики нам поставили акцию. Акция у нас, во-первых, есть наборы с брошками, талисманами, евами. На это бы я вообще не стал бы монеты тратить, что-то слишком печально за ту цену, которую здесь предлагают. Что-то это из прошлого, видимо, совершенно. Оно того просто не стоит. Ну, а вторая акция это лудочка, ваша любимая. Гарантированно получаем 2 шторма при открытии коробочки. Сундучка, да, за 100 монет. Ну и плюс сверху какую-то награду также можем лутануть. Список здесь, как всегда, большой, огромный. Ну и не забываем, что надо смотреть на нижнюю часть этого самого списка. Об этом всегда помните. Это как бы самое большее процентное выпадение. И также есть у нас еще наборчик. То есть тратите 9500 монет, получаете 100 боксов и штормсах. Именно его мы сегодня с вами откроем. Помимо этого к этой акции еще приурочено лимитированное создание, которое с 12 до 14 каждый день у нас открыто. И там меняются награды. Шанс на получение какого-либо предмета 4,5%. И на самом деле я бы не стал там тоже ничего доставать. Что-то как-то слишком по ценнику очень прям дорого. И как-то непонятно вообще зачем такое, когда на рынке можно купить готовые намного дешевле. Зачем тратить печати туда. Но да ладно, это все. Отступление. Забираем наборчик. Наборчик один на аккаунт. Открываем его. Сделаем на всякий случай сброс с вами. И закидываем его в автоиспользование сундуков. 100 боксиков поехали. Штормы падают. Кстати, сразу кращий порошок я увидел. Видимо я попал в какой-то вот прям хороший первоначальный шанс, наверное. Печати герана здесь тоже падают. Кстати, так неплохо уже насыпало. 45 штук. Ну, вроде как пойдет. Прочные ларцы, кристаллы души. Но остальное мы сейчас с вами дальше посмотрим уже, что там есть. Судя по чатику я вижу, что там падают. И мелиса, и хардин, и так далее, и тому подобное. С докручиваем сундучки у нас остается буквально их меньше 10 штуки. И все, бабах, папах, и закончили. Шторм сайхи. 242 штуки суммарно. Кстати, акцентирую свое внимание и ваше на том, что эти штормы можно продавать на межсервере. Да, ну я это потом еще продемонстрирую. 4 кращих порошка тоже довольно-таки неплохо. Ну, я считаю, со 100 боксиков пойдет. Либо мне прям сильно повезло. Еще и 98 печати насыпало. Тоже неплохо. Ну, в плане печати прям нормально. Это, конечно, меньше, чем было в предыдущей акции, но тоже хорошо. 17 прочных ларцов. Ну, это как-то... Знаете, когда у нас есть билеты на камни, я это даже как-то комментировать не особо хочу, эти ларцы. 7 кристаллов души оружия. Как бы тоже классика. 7 хардинов первого левла. 240 мелисы. 8 кристаллов души адена в доспехе. И сундук с книгой мастера. В общем, как-то вот такая вот получилось. Получилось у нас открытие. А по печатям, я думаю, что мне просто сильно повезло. Я не думаю, что их такое большое количество будет выпадать с этого набора конкретно. Поэтому на печати особо не смотрите. Ну, а весь остальной дроп, который мне выпал... Ну, а еще и точка, да, на оружие выпала. Ладно, спасибо, спасибо. Ну, если честно, дроп, ну, очень прям посредственный. Ну, прям вот максимально посредственный. Если вы помните, в прошлой акции вместо прочных родцов падали те же купоны на камни, которые можно было... Ну, хоть и с маленьким шансом лутануть сразу там 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Здесь же вы получаете рандомный ларец, из которого вообще... Ну, падают просто камни первого левла. Кстати, есть здесь берил или нет? Саркон, шпина. Здесь даже берила нет. То есть, ну, вообще как-то прям печально. Руны, я думаю, вы успели наменять, либо успеете наменять. Они еще до сих пор есть в обменнике, который у нас находится у помощника. Будьте ли, у игрового помощника, да? Поэтому, ну, не знаю. Если только пополнить количество штормов, ну, опять же, эти штормы, да, как я и говорил, они спокойно продаются, передаются на межсервере. То есть, можно их выставить. Вот, как вы видите, по одной монетке штормы можно уже себе закупить, хоть в неограниченном количестве. То есть, считайте, если по одной монете вот так вот покупать, закинули коробочку, полутали 8000 монет и купили себе 8000 штормов. Ну, в общем, не знаю. Как по мне, акция довольно-таки посредственная. Особенно, если сравнивать с тем, что было у нас в предыдущей акции и что, что было в той акции, которую поставили аж после обновления, когда там просто насыпало тонну всего и ты не знал, куда это девать. Плюс еще шикарнейшее лимитированное создание. Короче, вроде как это все было намного интереснее. Здесь же какой-то посредственный дроп и ничего такого прям вот сильно интересного. Даже не говоря о том, что есть какие-то здесь награды. Поэтому, ну, не знаю, даже 3 с минусом, наверное, даже до троечки не особо дотягивает. Как-то вот ничего я в этой акции такого примечательного для себя лично не увидел. И опять же, я считаю, что самых, наверное, 2 относительно дорогих лота, которые мне упали, они просто на рандоме ко мне залетели. Ну, сундук снегомастера давайте это сразу вскроем. Посмотрим, что у нас там есть. Дух Берсерка, кстати, замечательно. Дух Берсерка, в принципе, можно вообще продать пойти. У него сейчас вроде как ценник должен быть неплохой. Его даже в продаже у нас нет. Ну, неплохо, да, я согласен. Это, наверное, самая дорогая книша, которая могла упасть с коробки. И в последнее время у нас ее продавали на Корале, по-моему, 4, 5, может быть, даже 6, а то и больше 1000 монет. В принципе, в плане окупаемости я половину этой лутки, наверное, для себя окупил. Но все равно я бы не советовал закидывать сюда какие-то большие финансы. Да, для штормов покрутить, там наборчик купить, немножко своего внутреннего лодомана поразвлекать. И достаточно. То есть, оно того не стоит. В общем, как-то так. Это мое мнение об акции. Для вас ее обозревал душой молодой. Надеюсь, не забывали ставить пальчики вверх, подписывались на канал, вступали в телеграм и про реферальную ссылочку с бонусами не забывали. Всего вам самого наилучшего, светлого, доброго, темного, нефильтрованного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok